Хочу обсудить целую массу проблем, связанных с так называемым ИМТ — индексом массы тела. Этот индекс помогает определить, является ли ваш вес недостаточным, нормальным, избыточным или же у вас ожирение. Но с этим индексом связано довольно много проблем, и сегодня я хочу их обсудить. Одна из главных проблем с ИМТ в том, что он не отражает соотношение массы жира и мышц. Допустим, вы спортсмен, и у вас большая мышечная масса. Ваш ИМТ покажет у вас лишний вес или ожирение, ведь для него жир и мышцы — одно и то же. Это немалая проблема. Также ИМТ не видит разницы между здоровым человеком и нездоровым. Есть люди с лишним весом, но здоровые метаболически. Их метаболизм гибок, то есть они справляются с некоторыми углеводами гораздо лучше других людей. Так что ИМТ не является хорошим показателем здоровья или нездоровья. Есть другой индекс, который рассчитывается по определенной формуле. Он называется СОО, что означает «скорость основного обмена». Это довольно хороший показатель того, насколько быстро человек сжигает калории. Есть еще так называемый ОЕРЭ, что означает «общий ежедневный расход энергии». Итак, СОО измеряет «скорость сжигания энергии», тогда как ОЕРЭ измеряет «количество сжигаемой энергии». А еще есть кое-что, что нравится мне — кетокалькулятор. Это что-то вроде сочетания СОО и ОЕРЭ с учетом еще нескольких факторов. Он показывает, сколько калорий надо получить человеку в конкретный день, сколько БЖУ, белков, жиров и углеводов он должен употребить в конкретный день, исходя из скорости его основного обмена и общего количества энергии, получаемой за день. Это дает примерное представление о том, сколько пищи должен съесть человек, чтобы сбросить определенный вес. На моем сайте есть этот калькулятор, я оставлю на него ссылку. Но хочу сказать кое-что очень важное о снижении веса вообще за неделю. Часто люди думают, что это якобы показывает, насколько хороший, здоровый у них метаболизм или как высока скорость их метаболизма. Но вот в чем проблема. Когда человек пытается похудеть, особенно если он следует тому, что рекомендую я, то есть стать здоровым, чтобы похудеть, а не худеть, чтобы стать здоровым, то в ходе восстановления здоровья и тренировок у него увеличится мышечная масса, у него станет больше мышц. И это то, что многие как бы упускают из виду, когда оценивают, дает ли результат их программа похудения. Снижение жировой и набор мышечной массы называют рекомпозицией тела. И это хорошо, особенно если вы в постменопаузе и у вас атрофия. И даже если вы не женщина и у вас нет менопаузы, вы просто мужчина и потеряли мышечную массу, а теперь восстанавливаете ее. Конечно, поскольку мышцы немного тяжелее жира, в какие-то недели ваш вес вообще не будет снижаться, но ваша одежда будет все свободнее. Когда мы худеем, сначала уходит водный вес, потом мы достигаем плато, потом, возможно, уходит жир, потом снова плато. Возможно, и я думаю, очень часто так и есть, если у вас здоровое похудение, вы наращиваете мышечную массу, что очень хорошо. Итак, порой надо смотреть на это и на то, насколько свободнее стала ваша одежда. И не придавайте ИМТ слишком большого значения. Серьезно. Ведь ИМТ дает примерное представление о том, вписываетесь ли вы в некое среднее значение. По сути, это общий вес человека в килограммах, поделенный на рост в метрах в квадрате. Я бы не придавал большого значения этой оценке. Если хотите знать свое реальное соотношение жира, белка и костной массы, нужна рентгеновская одинситометрия. Очень точный метод. Еще можно сделать МРТ. Также можно просто сравнить окружность талии и бедер, ведь это делается очень легко и быстро. И этот метод учитывает висцеральный, брюшной жир, а это отличный показатель здоровья в целом. Есть и другие очень важные признаки, дополняющие эту информацию. Такие как анализа 1С. Он измеряет средний уровень сахара в крови за 3 месяца. А еще можно купить глюкометр и измерять уровень сахара в крови в течение дня или после еды. Это очень-очень ценный показатель. А некоторые такие устройства оценивают еще и уровень тетонов, например, в крови. Не измеряйте уровень тетонов в моче полосками. Их точность невысока, особенно после второй недели, когда вы адаптировались. Полоска может показать, что тетонов в моче нет, ведь вы их не теряете, а используете. Так что небольшое устройство для измерения тетонов и сахара в крови, вроде кета-моджо — отличная штука. Вот что я советую использовать. Еще один отличный тест здоровья в целом, особенно физической формы, называется МПК. Есть места, где его проводят. Это очень динамичный тест физической формы и уровня потребления кислорода митохондриями. Еще один тест называется ВСР — вариабельность сердечного ритма. Очень хороший тест. С этим простым прибором, не ужасно дорогим, можно оценить вегетативную нервную систему и соотнести ее с механизмом Бейли-Беги и системой восстановления. И ВСР хорошо предсказывает смертность. Анализ коронарного кальция измеряет, сколько кальция в коронарных артериях. Этот не очень дорогой анализ позволяет узнать, сколько вам осталось на этой планете. Этот показатель должен быть нулевым. Порой он превышает тысячу, что, естественно, нехорошо. Но даже если в сосудах откладывается кальций, а это признак того, что они повреждены, с этим можно что-то сделать. Надо лишь изменить образ жизни и спустя время повторить анализ. Цифра должна быть как можно ближе к нулю. И, наконец, есть, пожалуй, один из лучших критериев здоровья в целом. Он называется метаболомный анализ. Я бы не доверил его выполнению кому угодно. Я бы убедился, что этот человек крайне компетентен. И я буду рассказывать об этом больше. За метаболомным анализом будущее медицины и даже, возможно, альтернативных методов. Ведь он позволяет увидеть метаболические пути в реальном времени, увидеть области закупоривания, увидеть, где есть проблема. И даже если сейчас нет патологического процесса, этот анализ даёт отличные данные для предсказания того, что возможно в будущем, чтобы принимать меры прямо сейчас. Лишь малая часть метаболомного анализа — это оценка цикла Крепса, который протекает в митохондриях. Это бесценно, ведь мы здоровы в той мере, в которой здоровы наши митохондрии. Большинство болезней, включая рак, — результат повреждения митохондрий. В общем, я хотел рассказать о больших проблемах с МТ и показать вам другие способы оценить своё внутреннее здоровье в целом и долголетие. Курс-практикум от доктора Берга. Коуч по интервальному голоданию и кето-диете. Более 70 уроков, конспекты, таблицы, списки. А главное — 30-летний опыт доктора Берга, который можно перенять за 3 месяца обучения. Получите сертификат, станьте кето-коучем, помогайте людям и получайте огромные успехи. Работайте из дома по своему графику. Делайте то, что нравится. Записывайтесь на курс по ссылке внизу.